Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня очередной понедельник, время 18 часов Москвы. И мы, как всегда, в это время говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Кстати, я напоминаю, сегодня 1 апреля, так пусть вас не смущает все то, что мы сегодня будем произносить. Все это будет правда. Шутить этими вещами нельзя. Итак, тема сегодняшней программы. Мы будем говорить о тенденциях, которые, предположительно, ну, как минимум, с точки зрения моих сегодняшних гостей, будут доминировать на фондовом рынке во втором квартале. Сегодня первый день этого самого второго квартала. Первый квартал закрылся. Ну, ладно, о нем мы тоже вспомним. Итак, представляю моих гостей. В студии сегодня Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций и инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Вась. Здравствуйте. И в студии Андрей Верхоландцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, у вас есть, как всегда, возможность присоединиться к нашему разговору. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы и делитесь собственным мнением по поводу, как минимум, заявленной сегодня темы. Ну и, несмотря на значимый сегодня день, ну, по крайней мере, для Европы и для Америки, я напомню, сегодня пасхальный понедельник, так называемый. Да, вчера католический мир праздновал Светлое Христово Воскресенье, сегодня по этому поводу отдыхают они и, соответственно, закрыты все торговые площадки в Европе и в Америке. Отчего, кстати, опять мы наблюдаем достаточно вялую динамику на рынках, тонкий рынок, так называемый. Кстати, если говорить о трейдинге, да, всегда есть некая опасность еще, да, вот этот риск тонкого рынка, относительно небольшой какой-то, так сказать, объем, могут продавить неожиданно в ту или другую сторону. В этом случае лучше воздержаться от активной торговли. Ну, так вот, сегодня по известной уже причине рынки Америки и Европы закрыты и динамики никакой не будем, поэтому я только произнету то, что произошло сегодня уже до этого времени, а именно Азия сегодня торговалась. Никей упал сегодня на больше, чем на 2%, укрепилась японская иена, да, активно сегодня она скупалась, ну, видимо, японскими же инвесторами в том числе. Динамика азиатских индикаторов тоже отрицательная, правда, более спокойная, Шанхай Композит упал чуть больше, чем на 0,1%. Ну, а наши ребята, видимо, по причине отсутствия неких идей со стороны сегодня вяло-вяло-вяло-вяло, хотя преимущественно в отрицательной территории. РТС теряет 0,6%, 1450 его текущая котировка, ММВБ чуть скромнее, 0,3%, 1434 и рубль сегодня против доллара тоже в негативном, тоже негативную динамику показывает и торгуется уже выше 31 рубля за доллар. Сырьевые рынки и Форекс тоже в такой вялой текущей динамике, нефть марки Брент чуть ниже 110 за бочку, золото в районе 1600 за унцию и евро-доллар сегодня пытается вернуться выше 28 фигуры, 1,28 и 30. Набор головы и фишек преимущественно сегодня наш, преимущественно в отрицательной территории, лидер падений 2% Росгидро, 1,5% НЛМК, я вижу, и 1,5% Аэрофлот. Лучший рынок сегодня в Сургут торгуется, обычка больше 1,2%. Вот такова картина масла, но еще раз повторю, наверное, бессмысленно говорить о некой текущей динамике по известным причинам, давайте будем говорить о перспективах. Ну, прежде всего, перспективы, касаемые ближайших событий. Я проанонсирую, наверное, да, если со мной согласитесь, это неделя с точки зрения статистики важной, достаточно насыщенная, это и в пятницу рынок труда всего Штатов Америки, это и заседание трех центральных банков по процентной ставке, в общем, событий достаточно много. Ну и то, что начался второй квартал, может, это тоже каким-то образом, да, основной набор инвесторов, так сказать, пошевелит. Вот на что мы будем в ближайшее время вас обращать внимание, расскажи. Ну, в первую очередь, это, конечно, заседание ЦБ, ЕЦБ, в принципе, общие ожидания сейчас сместились в пользу снижения ставки, о чем, в общем, давно уже говорится, что европейцам давно пора это сделать, но я думаю, что Кипр должен подстегнуть их, потому что на общие настроенческие индикаторы Кипр очень плохо повлиял, поэтому, чтобы оказать поддержку, уже пора, наконец, снизить ставку. То есть в четверг у тебя есть ожидание того, что ЕЦБ пойдет на это, да? Ну, вероятность этого уже достаточно высокая. Высока, больше 50%, извини. Да, больше 50%. Еще достаточно интересное, уже исключительно для российского рынка, это заседание ЦБ российского. Там тоже есть интрига вроде, да? Да, есть определенная интрига. Очень многое в последнее время говорят о том, что ЦБ нужно больше применять некие стимулирующие меры. Назначение будущей Набиулиной вроде бы является сигналом того, что будет смещаться в сторону стимулирования политика ЦБ. Соответственно, если будет снижение ставки, это подтвердит мнение о том, что ЦБ будет смещаться в сторону стимулирующей политики. И пока что мы видим, что основной приоритет для ЦБ это инфляция. Темпы роста экономики вообще не имеют никакого значения. Да, да, да. Как будто это и не наша экономика. Да. Понятно, что если оба эти события случатся, и снижение ставки ЕЦБ, снижение ставки ЦБ российского, то это может стать новым сигналом для прекращения уже затянувшейся коррекции, ну и некого роста. Это сейчас о российском рынке мы говорим, да, прежде всего? Мы говорим и о российском рынке, мы говорим и о европейском рынке. И о европейском. Что касается рынка американского, то там все замечательно. Да уж там. Ничего особенного. Завидовать можно. Да. Хотя есть опасения по поводу того, что могут некие сигналы поступать по поводу прекращения стимулирующей политики. Но учитывая те цели, которые раньше обозначили ФРС, это 6,5% безработицы, похоже, что как минимум до конца 2013 года нам обеспечено стимулирование, продолжение стимулирующей политики. И как результат роста американского рынка, наверное? Рост американского рынка, да. Но все-таки рост американского рынка это не только результат стимулирующей политики. По крайней мере на данный момент масса сигналов о том, что экономика восстанавливает темпы роста. Да, в апреле будет снова внимание приковано к решению по бюджету. Должны наконец демократы и республиканцы договориться по поводу условий секвестра. Но даже в нынешних условиях, когда нет этого договора, есть автоматический секвестр. В общем-то инвесторов это не пугает, потому что все понимают, что даже если будет замедление, то оно продлится 1-2 квартала. А дальше все говорит о том, что экономика будет восстанавливаться очень хорошими темпами. Те, кто покупают сейчас американские акции, они покупают их с прицелом не на 1 квартал. Это очевидно. 2-2 года. Причем они делают это практически на исторических максимумах. Это же нужно набраться наглости, что называется. Да, нужно понимать, что эти исторические максимумы с учетом инфляции, с учетом роста экономики, они в общем... Уже такими не являются. По сути, в реальном выражении не являются максимумами. Ну, глядя на график, тем не менее. Андрюш, тебе вопрос. Вот то, что случилось 2 недели назад с Кипром, как это в конечном итоге, ну, в какой-то кратко, в среднесрочной перспективе, повлияет на Европу в целом, на Евросоюз и чего ждать? Ну, на мой взгляд, и не только на мой, а на самом деле это случилось достаточно неожиданно для рынков и стало очередным неприятным сюрпризом для инвесторов, показав лишний раз тот факт, что, ну, нет какого-то единого начала в Европе, и она по-прежнему шлет, способна слать рынку вот такие неприятные сигналы, в отличие от той же Америки, где все-таки демократы и республиканцы в конечном итоге, ну, есть такое понимание, что, наверное, найдут какой-то консенсус. В общем, сигналы эти неожиданные, да, такие сюрпризы неожиданные. Конечно, то есть одно дело, если бы экономика испытывала какие-то, ну, хотя бы схожие признаки роста по сравнению с американской, это можно было бы как-то еще объяснить и понять, но когда экономика продолжает проходить достаточно сложный период восстановления, такие действия со стороны ЕЦБ, тем более неожиданные, они подрывают доверие инвесторов как к Европе, так и к единой европейской валюте, ну и так далее. То есть сам факт неожиданности и какой-то беспрецедентности этого шага, она, ну, конечно, поражает. Поражает, поражает. В этом случае мы вообще можем говорить о том, да, что ЕЦБ или там Евросоюз в целом пытается какими-то очень нелогичными путями, да, нелогичными, нестандартными путями решать собственные проблемы. Ну, скажем, взял и отнял, да, что называется? Да, налицо какая-то политика двойственности, то есть то, что неприменимо к одним странам, да, с легкостью применяется к странам периферийной Европы, но да. И причем под этим мотивация какая-то еще, да? Да, еще и мотивация. Да, она, безусловно, ну, на мой взгляд, просто ошеломляющая. Ну, и очевидно, что в эти две недели рынки в таком подвешенном состоянии, потому что надо к этому привыкнуть. Сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, Финам.ФМ предлагает вам сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал» и Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющего компанией «Капитал». Мы пытаемся определить ближайшие тенденции на отечественном рынке. Ну, и говорим прежде всего о рынке, о рынках в целом, да, о рынках международных, потому что во многом, как известно, да, эти самые тенденции или эти идеи мы заимствуем оттуда. Я два слова буквально скажу. Вот был разговор в самом начале, да, отсутствие игроков, создает так называемый тонкий рынок. И вот сейчас, если кто-то в моменте имеет такую возможность, может насладиться всеми премьерами тонкого рынка, да, евро-доллар. Он просто, просто скакнул вместе с фунтом, да, против доллара, просто скакнул практически там на 100 пунктов. Вот просто ни на чем, что называется, а именно вот это вот и есть риск отсутствия большого количества игроков. Так, ну ладно, давайте вернемся. Итак, Андрей, еще раз буквально несколько слов о проблемах еврозоны и связанные, ну, с Кипром, наверное, прежде всего, в меньшей степени. А точнее, в меньшей степени почему? Потому что Кипр сейчас на первом месте, да, вроде бы там что-то решилось, нащупалась какая-то основа уже, да, вот под этими всеми событиями. Ну, у нас еще, у них точнее, да, у них еще есть проблема актуальная итальянская, да, где кризис политический, собственно, нерешенный. Ну, и помимо всего прочего, есть огромное количество других проблем. Ну, собственно, все эти истории, они и будут основными ньюсмейкерами, да, предстоящего, может быть, квартала. И не только квартал, но, может быть, в ближайшие дни. Действительно, ситуация в Италии, она пока не определена. Та политическая ситуация, которая там сложилась, она, ну, пока не нашла своего разрешения. И на прошлой неделе новости из Италии уже продемонстрировали способность влиять на рынки в четверг. Если вы помните, рынки на это дело очень тонко отреагировали. Поэтому еще раз подтверждает тот мой тезис, что неоднородность, фактическая неоднородность Евросоюза в плане каких-то политических решений, решений в области экономики, она очень сильно влияет на мировые рынки, и даже больше на российский рынок акций. И будет влиять. Да, совершенно верно. На российский рынок, потому что российский рынок, это рынок развивающийся, и, естественно, инвестор, который и участвует, если, да, деньгами своими, то, естественно. При каждом малейшем случае бежит и ищет более надежную гавань. Вась, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, проблема с Кипром решена уже? Ну, или острая фаза, по крайней мере. Скажем так, проблема с Кипром, для Кипра она не решена. То есть, понятно, что там будет дичайший просто спад экономический. О 10% наверное даже речи не будет идти в ранее заявленных. Когда 50% ОВП это банковский сектор, и там, можно сказать, что его пол просто не станет после этого, то, конечно, проблемы для Кипра только начинаются. Но влияние на рынки глобально, скорее всего, Кипра уже будет ограничено, потому что в какой-то степени для международных инвесторов проблема решена. Я думаю, что Италия сейчас станет более серьезной проблемой для Европы, тем более, что признаков того, что может как-то разрешиться политический кризис без перевыборов, в общем, их нет. Вот, вероятно, будут перевыборы, это значит, что еще до июня фактически будет подвешенное состояние, поэтому... Ну, то есть, смотри, вот мы как раз в теме программы сегодня говорили о втором квартале, идеях доминирующих. Ну, мы имели в виду отечественный рынок, а в принципе, если говорить, вот, соответственно, история, связанная с Италией, это как раз на весь второй квартал вам, пожалуйста. Ну, фактически, да, и будет давить на европейцев и, значит, на нас, потому что дело даже не в том, что Россия развивающийся рынок, Китай тоже развивающийся рынок. Ну, да, по-разному развивается. Но все-таки больше половины торговли идет с Европой, просто поэтому наша экономика очень сильно зависит от европейцев. Соответственно, вот, что касается Европы, то два фактора. Первый – это снижение ставки и какие-то стимулирующие меры, которые может поддерживать рынок. Второй фактор – это Италия, политическая неопределенность. По большому счету, конечно, в масштабе всей Европы Италия, ну, нельзя сказать, что это маленькая экономика, третья экономика Еврозоны. Но, тем не менее, все-таки, если, скажем, будут хорошие новости из Германии, то, наверное, они способны перекрыть проблемы итальянские. Но вот тут еще один эффект, связанный с Кипром. Очень сложно сказать, как Кипр повлиял на настроение игроков экономических и как это отразится именно в ближайший месяц-два на показателях. Ну, наверное, как повлиял-то можно бы им сказать, да? Никому не понравилось здесь то, что там произошло. Ну, вопрос в какую степень. Да, как долго в головах у инвесторов будет вот эта вот кипрская, так сказать, мелодия звучать, правильно? Потому что можно действительно, да, вот так сказать, что все, идея отыграна, да, это все добавило нервов, но, с другой стороны, вот там что-то устоялось. Единственное, что, наверное, на Кипр уже, как, да, на финансовый центр инвесторы смотреть не будут. Ну, по крайней мере, в той же, в той степени, как это было раньше. И уже сотрезотачивается влияние. Согласны ли вы, Андрюш, согласны с тем, что, ну, буквально две недели назад, когда, собственно, кипрская идея только появилась у нас, вот эта тема кипрская появилась, это было связано с выступлением главы Федрезерва, господина Бернанки, и он так как-то очень дипломатично сказал, что, конечно, это проблема, для еврозоны это проблема, для Кипра это проблема, но Америку, скорее всего, это не затронет. Это правда? Ну, я думаю, что с этим можно согласиться, поскольку Америка, она сейчас живет все-таки теми данными, которые выходят из статистического ведомства американского, показывающего, что экономика развивается, растет рынок недвижимости, восстанавливаются потребительские расходы, показывают достаточно неплохой рост по сравнению с недавним еще прошлым. Поэтому глобально, безусловно, для американского рынка то, что произошло на Кипре, ну, да, это был, конечно, неприятным, наверное, поводом, но какой-то главной темой подобной, я думаю, что не станет. Не станет, да. Конечно. То есть слишком разные масштабы, наверное, чтобы оказывать какое-то серьезное влияние на американский рынок. Ну, и в то же время, да, где-то Европа, где-то Америка, может быть, да, и здесь надо смотреть. А взаимосвязи все-таки существуют, глобальные же международы. Взаимосвязи существуют, и, собственно, они выразятся в том, что отток капитала из Европы из-за Кипра произойдет именно в США. То есть на самом деле, по большому счету, США только выигрывают от этих проблем. Так что думать о том, что... Ну, Берланке был абсолютно прав. То есть он не лукавил, да, здесь, как очень часто мы в выступлениях официальных лиц, да, все время подводные какие-то камни ищем, все время течения какие-то. Сказал это, а как это вы... Здесь он говорил вещи-то очевидные, да. Кстати, вот по поводу перетекания капиталов из Европы по причине... А в Европе нет подходящих гаваней? Ну, если говорить вот опять о кризисе финансов. Ну, я думаю, что те компании, там, те структуры, которым этот вопрос был актуален, наверное, этот вопрос как-то уже решили, но из того, что на слуху, наверное, можно отметить тот же Люксембург, ту же Голландию, поэтому, наверное, и Европа от этого, наверное, выиграет, поскольку произойдет переток все-таки в традиционные, традиционные европейские центры финансовые, и отчасти этот вопрос, ну, безусловно, им тоже на руку. Конечно, те методы и тот способ, которым он был решен... Вот я тоже хотел спросить... Сомнителем? Да-да-да, на руку, это все на руку, вроде бы в конечном итоге, да, там, есть позитивные моменты, но очень цинично это прозвучит, но если действительно, что Евросоюз, да, ну, вместе с Большой Тройкой сознательно сделали это для того, чтобы вот таким образом пересприть капиталы, все-таки это, скорее всего, не так, да? Это, конечно, вопрос для дискуссии, сложно сказать, да, за господина Драги, но как это все выглядело, и, безусловно, анализируя последствия, для Европы, наверное, это несет какой-то позитивный оттенок в глобальном плане. Кстати, вот то, что кризис оказался в такой ситуации, мы связываем с тем, что в свое время, да, он был основным держателем греческих облигаций, и когда в 2010 году списали, да, там, порядка 50%, отсюда и дырка в этой самой финансовой системе, это правда, Валерий? Да, 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 именно так все и было, и, как, всю вину возлагать на Кипр, это просто, ну, вообще абсолютно непонятно, зачем это было сделано, это сделано настолько грубо и цинично, что, на самом деле, если мы говорим о том, что может быть отток в Голландию или Люксембург, что мешает провернуть ту же самую операцию с Люксембургом, например. Теперь уже. Да, поэтому я бы сказал, что скорее те структуры, которым нужна офшорная зона защищенная, они скорее переведут капитал куда-нибудь в Сингапур. Вот те, для кого важно, ну, не настолько важен уход налогов, ну, может быть, в Германию, а лучше в США, поэтому я не думаю, что реально европейцы от этого выиграют. Выиграют, да, в глобальном смысле. Ну, здесь я бы еще добавил какой момент, на самом деле, те заявления, которые звучат из уст официальных представителей Евросоюза о том, что, допустим, такой метод может использовать в качестве шаблона при решении возникающих проблем, он также не добавляет, я вот соглашусь с коллегой, уверенности в судьбе европейских офшоров. Почему действительно не применить еще раз опробованный механизм? Что мешает, да? Что мешает, да. Ящик Пандоры открыт, что называется. Поэтому теоретически такая возможность остается, и это оставляет очень большой осадок у заинтересованных сторон, у инвесторов. Еще, на мой взгляд, вот важный момент какой. Мы говорили о том, что есть некая, да, неприкосновенность банковских депозитов, есть правила игры, которые устанавливают сами же власти, в данном случае европейские. А поскольку эти правила нарушены, ну вот в какой-то степени прецедент создан, то не может ли это в принципе, да, ну как и у частного инвестора, ну мы говорим, наверное, так и у институционального, собственно, я думаю, психология одна и та же в данной ситуации может быть, не может ли это в принципе подорвать веру вот именно в банковский депозит, как некая безрисковая, ну или там, условно говоря, инвестиция с малым риском, да, то есть все деньги, которые в данной ситуации, да, инвестор хотел бы расположить именно там, он будет искать какие-то другие средства применения. Ну, собственно, что было сделано, депозиты с размером до 100 тысяч евро, они никак не затронуты и, видимо, европейские власти тем самым хотели дать сигнал инвесторам, что, в общем-то, мелкие инвесторы, вкладчики, они не пострадают и что правила игры соблюдаются, но насколько инвесторы поверят, это уже большой вопрос. Ну, я думаю, вряд ли поверят, потому что, опять-таки, да, ящик Пандоры, все правильно, Андрей, вспомнил известный оформленный. Значит, мы сейчас вновь прервемся, послушаем новости. Ну что ж, продолжим наш эфир. Сегодня мы говорим о тенденциях, которые, на наш взгляд, будут доминировать, да, главенствовать, как минимум во втором квартале текущего года. Сейчас будем говорить, точнее, преимущественно о российском рынке, о российской экономике. Еще раз напомню, в гостях сегодня Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвесторной компании «Велес Капитал» и Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал». Напомню, телефон в студии, уважаемые слушатели, 6510996, код москвы 495 и адрес компании финам.фм. Пишите, звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями по поводу событий, происходящих вокруг. Еще раз повторю, мы с вами живем в глобальном мире и ничто даже где-то там далеко, за границей, к сожалению, происходящее, да, как правило, оказывает влияние на все рядом с нами. Ну что ж, давайте вернемся, да, и точнее посмотрим на российский рынок вот с этой точки зрения, Вась, с точки зрения тенденций на второй квартал. Какие интересные идеи могут возникнуть в России? Ну, собственно, новых интересных идей совсем немного, просто потому что не очень понятно, какие перспективы сейчас российской экономики. Мы видим, что промышленное производство стагнирует. Однозначно можно сказать, что идей в металлургическом секторе сейчас нет, скорее всего быть не может. Видимо, дивидендные бумаги пока что, по крайней мере, на апрель, они имеют возможность сыграть. Довольно интересно смотреть сейчас на те бумаги, которые достаточно хорошо просели на новостях на Кипре. При этом, судя по всему, в реальности крупные российские компании не затронуты этой ситуацией. То есть если мы видим достаточно серьезно упавший, например, Сбербанк... Извини, плачет по поводу того, что у компаний российских с участием государства, там, деньги зависли какие-то там дикие. Я помню в интернете где-то читал, что наши бизнесмены, ну, может, в кавычках бизнесмены, активно туда и позапрошлые летали, да, чтобы выяснять там отношения с местными. Все-таки в масштабах самих этих компаний это не настолько серьезная величина, чтобы, например, Сбербанку падать, процентов на 10 котировки упали. Соответственно, вот тот же Сбербанк довольно интересная сейчас идея, тем более, например, Преф и Сбербанка, где еще и дивидендная идея есть. Если говорить по секторам, то, скажем, нефтегазовый сектор, в принципе, цены на нефть стабильны, но сейчас начнется сезон отчетности. Первый квартал не обещает очень хороших результатов. Опять же, остается ориентироваться на дивидендные бумаги в этом секторе. Причем уже дивиденды понятны, размер дивидендов, та же Татнефть, привилегированные акции очень интересные. Тот же Сургут, который уже опубликовал данные по РСБУ, тоже известный размер дивидендов. Интересная ситуация происходила в Газпроме, достаточно такая динамика была, серьезная сначала рост, потом серьезное падение. В общем, Газпром подтверждает мнение, что сейчас там нечего абсолютно ловить. Даже новости о покупке Роснефтегазом на 8 миллиардов, ну да, на некоторое время они двинули акции. Видимо, как раз на те три дня, когда Роснефтегаз эти бумаги и выкупался рынка. Ну и даже текущая стоимость Газпрома, она все равно особо оптимизма не создает. Да, плюс сейчас вот вышли данные по РСБУ, по чистой прибыли, и вдруг оказалось, что дивиденды будут процентов на 30 ниже, чем то, что буквально в феврале озвучивало руководство. И, собственно, ради чего покупать сейчас Газпром. Сейчас вот новость была про стадион Зенита, мы можем вспомнить про то, что Газпром теперь собирается инвестировать в строительство газопроводов в Китае. И вот-вот он подпишет этот договор, это 2018 года, что там случится, это вообще... То есть у нас как-то список уже, да, вот Газпромовских этих непонятных идей инвестиционных, да, долгосрочных, он продолжает так, полнится, полнится. И ощущение какого-то дежавю такое возникает. Помимо дивидендных историй какие-то, можно еще, Андрюш, найти? Ну, на мой взгляд, это действительно на апрель, по крайней мере, превалирующая тема. Я вот, наверное, еще отмечу акции потребительского сектора, тот же Магнит, который продолжает радовать инвесторов своей динамикой, также и размером тех же дивидендов. Можно на это обратить внимание, но каких-то глобальных тем, помимо озвученных, ну, вот мне тоже выделить сложно. Но, к сожалению, вот в таких условиях мы сейчас пребываем. Поэтому отлавливать какие-то отдельные акции, просевшие, да, да, это совсем другое. Я бы сказал, что вот сейчас, возможно, стоит обратить внимание на сектор производителей удобрений. Достаточно интересно, просто потому, что периодически возникает ситуация, когда даже при падающем рынке производители удобрений растут. В общем, у них корреляция все-таки с рынком достаточно невысокая, ну, скажем так, процентов 50-60, в отличие от нефтяных бумаг. И была ситуация осенью, которая очень негативно на них отразилась, связанная с тем, что Китай затягивал подписание контрактов. Все-таки в январе подписаны были контракты, они обозначили уже цены на удобрения, некое дно по этим ценам. И вот в дальнейшем вполне возможен рост цен, и это должно будет подстегивать бумаги. Ну, и тем более, что там, опять же, дивидендные идеи, то есть тот же Акрон и Фосагра. Вышли опять на ту же дорожку. Вот я процитирую в новостной ленте, вот такая фраза, прозвучала мне забавно, показалась. Рынок российской федерации остается перепроданным, но внешний фонд сдерживает рост цен на российские акции. То есть это исключительно просто ценовая динамика, да, что такое перепроданный рынок. То есть текущие его котировки, ну, по каким-то бумагам, вот кажутся такими низкими, да, вроде бы. Ну, тут все-таки можно говорить о сравнительной оценке с прочими рынками. То есть при ПНЕ в 5,5 или там около 5 российского рынка, и, не знаю, Турция, у которой около 10, Китай, у которого 12. Понятно, что российский рынок очень дешевый, другое дело, что это абсолютно не новая ситуация, он дешевый. Ну, и данная ситуация, это не показатель просто-напросто, да? Ну, это показатель того, что все-таки даунсайд ограничен. То есть, ну... Еще попадаем, но не весть куда. Но основная проблема, на мой взгляд, это отсутствие притока свежих денег на российском рынке. Не далее, как на прошлой неделе, опять вышла новость о каком-то рекордном оттоке. Оттоки, да. Отсутствие притока и продолжающийся отток, прежде всего. Отток капитала. Это вот те причины, которые не дают реализоваться заложенному потенциалу. Андрей, Василий, давайте вот на эту тему, если можно, немножко мы поговорим с вами. Ну, очевидно, денег на российском рынке нет. И в лучшие времена львиную долю того, что поддерживал рынок, все-таки были деньги иностранных, иностранных, нерезидентов. Сейчас они активно уходят. Их можно понять, кстати, да? Их можно понять. С одной стороны, у них там и в родных-то пенатах не все хорошо. А с другой стороны, у нас ловить нечего. Просто нам нечего ловить. И отток капитала продолжает. Это, безусловно, да, наверное, основное, что не дает рынку, ну, я даже не должен, расти. Жить ему нормально не дает. И вопрос в этой связи. А что может, в принципе, поддержать российский рынок? Ну, то есть, вернуть иностранца сюда? Что должно произойти? Я не говорю о глобальных каких-то макроинвестных событиях, что завтра выходит там, я не знаю, какая-то новость, и говорят, все, ребята, кризис закончился. Точка. Теперь все заживем как раньше, красиво, хорошо. Ну, и все пойдут, естественно, покупать. Все пойдут туда, где можно больше заработать. Рынок, вон, Василий прав, и рынок российский, дешев, значит, все туда. Такого не случится, мы живем-то с вами реально. Так что же должно произойти, и кто, может быть, да, должен что-то сделать, чтобы создать вот это вот? Ну, на мой взгляд, здесь можно начинать с малого, опять же, ну, насколько с малого. Вопрос банальное соблюдение прав тех же миноритарных акционеров. То есть какие-то институциональные изменения в инвестиционной среде, о которых много говорится, но, к сожалению, на практике мало что делается. Оно также не стимулирует приток инвесторов на наш рынок. Поэтому реальные дела в этой сфере, безусловно, стали бы очень серьезным сигналом для инвесторов, красным флагом. Но вот, к сожалению, пока мы их не видим. Но есть надежда на то, что все-таки... То есть здесь идет опять вот при словутом неком инвестиционном фоне, да, инвестиционным привлекательным нашего рынка, вот. И зависеть он, да, в том числе должен и от некой инфраструктуры, от правил игры, которые, к сожалению, у нас еще не особо устаканились. Давай. Ну, тем не менее, отсутствие правил игры не мешало росту российского рынка в седьмом году, в восьмом году. Вот, вот тоже вариант, да. Все-таки мы тут не уйдем все равно далеко от глобальных тенденций, потому что пока опережающими темпами растет американский рынок, никакого смысла для инвесторов нет. Никакой альтернативы нет. Дело не в альтернативе, дело в соотношении рисков и доходности. Если можно с меньшими рисками заработать большую доходность в США, зачем вкладывать в развивающиеся рынки? То есть, да, можно, например, говорить о том, что там краткосрочно смягчение политики ЦБ нашего могло бы немножко помочь и фондовому рынку тоже. Но, опять же, это влияние будет очень ограниченным в сравнении с вот этими глобальными тенденциями. То есть, пока мы не увидим, что экономика США вышла на некую траекторию уже достаточно высоких темпов роста, и фондовый рынок это полностью отыграл, и уже деньги из США пойдут во все остальные развивающиеся. И вспомнят и про Россию, естественно. Да, в тот момент вспомнят и про Россию, но, к сожалению, вот этого придется ждать, и тут от нас практически ничего не зависит. И даже если предположить, что вот то, о чем говорил Андрей, что наши, так сказать, ответственные за это мероприятие чиновники зададутся целью создать инфраструктуру, сделать правила игры прозрачными, понятными. Ну да, вот в тот момент, когда начнется вот этот приток средств, чуть-чуть больше денег пойдет в Россию благодаря этому. Ну, то есть вот, а если в нынешние времена, да, даже если, ну, представить, что это произошло, это все равно... Ну, просто нужно начинать работу, нужно уже сейчас. Сейчас, да. Тем более, что такая возможность как раз сейчас есть, учитывая, да, текущую ситуацию, я понял. Хорошо. Времени так много осталось, пока два слова, ну, разговор на традиционный вопрос, что называется, да, мы все время говорим, что динамика отечественного рынка коррелирует с ценами на нефть, зависит, ну, и экономика в какой-то степени, и динамика курса рубля. Сейчас, ну, можно так сказать, некое расхождение существует, да, все-таки рынок осейский падает, на нефть он практически не смотрит, при том условии, что нефть достаточно высоко сейчас стоит, ну, вот на бренд мы ориентируемся. Почему это так? Ну, во-первых, это так уже... Продолжительное время. Да, уже продолжительное время. То есть роль нефти для российского рынка, она снизилась уже и снижается ежегодно, достаточно серьезно. Корреляция уменьшилась с нефтью. Для того, чтобы нефть оказала серьезное воздействие на российский рынок, нужно, чтобы движение было очень сильным, и чтобы все верили в то, что это надолго. Потому что даже если мы увидим нефть в какой-то момент, я не знаю, там, какая-нибудь проблема с Ираном возникнет, и нефть будет 130 или 140, но все будут понимать, что это буквально там на месяц, на два, это наоборот только хуже, только убьет российский рынок, потому что в этот момент начнет падать Европа на том, что замедление темпов роста экономики еще больше будет. Ну и то есть даже если мы подскочим, что называется, на этой идее, то потом падать-то мы же это умеем. Падаем мы гораздо интенсивнее, чем растем, это очевидно. А высокие цены на нефть, Андрей, вот, ну, если говорить о текущих уровнях, на твой взгляд, во-первых, насколько они оправданы, а во-вторых, как долго они могут на этих уровнях продлиться? Ну, учитывая те объемы количественного смягчения, которые проводят центральные банки, я думаю, что это отражение все-таки этой идеи. И, безусловно, вот хотя бы с этой точки зрения, с точки зрения защиты от возможной инфляции, опускаться ценам на комодитис пока сильно некуда. Нет оснований. Сейчас мы еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш разговор. Ну, что ж, последняя часть нашего сегодняшнего эфира. Мы продолжим разговор сейчас о динамике на нефтяном рынке. У нас есть звонок, давайте послушаем его, ответим на вопрос слушателя. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, Сергей, добрый вечер. Не слышит нас, к сожалению, Сергей, хотя он пытался дозвониться уже по второй линии. Ну, да ладно, бог даст, он перезвонит, и мы с ним пообщаемся, продолжим. Разговор о том, что динамика цен на нефть не определяет сейчас все-таки текущее движение на российском рынке. И, ну, как минимум, то, что сейчас относительно стабильно и относительно высоко стоит нефть, все-таки поддерживает как-то. Если бы она существенно снизилась, там, когда-то ниже 100, было бы все хуже гораздо, да, Вась? Ну, естественно, было бы все хуже. Но, с другой стороны, опять же, вопрос в том, насколько инвесторы бы верили в то, что эти цены долгосрочные. Пока что мы видим, что те же арабские страны, страны ОПЕК, крайне заинтересованы в том, чтобы цена оставалась выше 100 долларов, конечно... Причем регулируют это всячески, да? Да, как бы не стоит недооценивать роль ОПЕК сейчас на рынках. Да, есть сланцевая нефть, которую США все больше добывают и говорят о том, что они смогут избавиться от зависимости, но, тем не менее, в значительной степени цена контролируется ОПЕК. Ну, и потом, все-таки, если говорить о перспективах развития, да, нефтяного рынка Америки, это, наверное, перспективы-то, да, средне-долгосрочные, не завтра это случится. В принципе, по 700 тысяч баррелей в сутки дополнительной добычи в год, это довольно серьезная перспектива, да. Но, тем не менее, все равно ОПЕК, инструменты ОПЕК очень приятен и эффективны. Сергей опять у нас на связи, давайте попробуем еще раз. Сергей, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, алло. Да-да, говорите. Ну, я хотел сказать, что вопрос, да, про нефтяной рынок не может нефть дешеветь, потому что она заканчивается, и пик как раз сейчас проходим. Если взять арабские страны, ну, вот, в Саудовской Аравии, то там вот добыча нефти, вот если разобраться, так поглубже немножко копнуть в отчет, оно снизилось. Если посмотреть инвестиции, то если раньше инвестиции шли на то, чтобы, скажем так, да, там разведывать и увеличивать запасы, да, то сейчас инвестиции больше идут, чтобы поддержать текущее потребление. Поэтому она не может дешеветь, потому что закон как бы спроса и предложения. Ну и добавим сюда, что на мир надвигается энергетический кризис. Западные страны наиболее нефтезависимые западной экономики. И в этом смысле как раз, ну, все достаточно плохо. Будем смотреть. Ну, в конечном итоге, исходя из вашей логики, да, мы говорим, что цены на нефть по определению не могут снижаться. Значит, они будут расти, правильно я понимаю? Они будут расти, они могут кратковременно снижаться, да, но это спекулятивно. В тренде они будут расти. И важно понимать, что для западных экономик вот эта проблема, она острее стоит, чем для нас. Потому что у нас это плато, а у них это обрыв. Ну и добавим сюда декоративное ядерное энергетическое на Западе. То есть это тоже их большая проблема. И поэтому тут получается несколько факторов. Вы же понимаете, что в любой экономике лежит энергия. То есть нет энергии, нет экономики. Есть энергия, есть экономика. И поэтому в данной ситуации действительно проблем очень много стоит глобально. Это очевидно, да. И вот эта взаимосвязь тоже любопытна, да? Нет энергии, нет экономики. А экономика не растет, и ей энергия не нужна. Смотрите, ситуация какая. Вам на каждом этапе нужна энергия. Но энергия растет в геометрической прогрессии. То есть требование, чтобы вам вот чуть, скажем так, пройти на следующий шаг, вам нужно не просто побольше энергии, а ее нужно, например, в два раза больше. Понятно. Даже вот элементарный пример добычи полезных ископаемых. Там металл, допустим, их концентрация падает. Нормативы, которые были 50 лет назад и которые сейчас, они разные. Энергия для того, чтобы добыть тот же самый, те же самые вот элементы, уже нужно гораздо больше. Пресной водой то же самое. То есть очень много таких вещей прослеживается, когда прямая взаимосвязь между ростом энергии на, как бы, ну, грубо говоря, на экономике, в масштабе экономики, да, и, соответственно, ее развитием. Есть такой показатель хороший ЕРААЙ. Вот, кстати, почему все вот эти вот сланцевые газы и ветрогенераторы не выдерживают никакой критики? Потому что у них ЕРААЙ нормального нет. Они не могут, они тратят больше энергии, чем производят, а нужно наоборот. Вот, и здесь еще какой важный момент. На все это дело накладывается кризис, который сейчас у нас есть. Только это не долговой кризис, а кризис перепроизводства. А долговой кризис – это следствие кризиса перепроизводства. А что такое кризис перепроизводства? Это не то, что вам там, вот как вот, пример с африканскими странами. Они голодные не потому, что нет для них продуктов, они их купить не могут. То есть в текущей экономической парадигме вы не можете держать данный уровень потребления. А все это, опять же, завязано на энергию. То есть, ну, ситуация уже с 2007 года так развивается. Ситуация безвыходная. Спасибо, Сергей, спасибо огромное за ваше мнение. Ну, послушаем экспертов, согласны в принципе или, может быть, в деталях, Сергей? Тут есть масса деталей, на самом деле, начиная с того, что, например, та же Саудовская Аравия не наращивает добычу совсем не потому, что у нее истощились запасы, потому что запасов хватает при нынешних темпах добычи на 200 лет. В Саудовской Аравии себестоимость добычи, она измеряется там в центрах. Это одна из самых низких в мире. Самые низкие в мире. Причем, чтобы понятно было, в сравнении с Россией практически на два порядка ниже себестоимость добычи. То есть, это буквально, да, она под ногами, под ногами. Да, то есть, она, по сути, ничего не стоит для Саудовской Аравии. Поэтому, как бы, речь идет о том, что Саудовская Аравия основное государство ОПЕК и контролирует рынок нефти в своих собственных интересах. Если бы все развивалось с точки зрения абсолютной конкуренции, совершенной конкуренции, то никакой бы сланцевой нефти не было, никакого биотоплива, просто потому что нефть стоила бы, ну, долларов 10 за пары. Просто не было смысла, да, никуда смотреть еще. Производили исключительно странный ОПЕК, и можно сказать, что одна Саудовская Аравия бы и производила. Так что все, ну, не настолько плохо с точки зрения энергетического кризиса. Например, прозвучала ЕРАИ, показатель, опять же, технологии развиваются. ЕРАИ, например, для солнечной энергетики больше 30. То есть это значит, что для производства одного киловатта, вернее так, затрачивая один киловатт энергии для создания панелей для солнечной энергетики, мы получаем выход в 30 раз больше киловатт. То есть на самом деле, с точки зрения ЕРАИ, например, солнечная энергетика – это просто абсолютный лидер, несравнимый ни с нефтью, ни с чем. А по факту мы видим, что не приживаются никак это дело, видимо, есть какие-то другие. Да, но я с тобой соглашусь, спасибо. Много всяких факторов, естественно, да, так однозначно сложно нам говорить, тем более и мир-то такой у нас неоднозначный. Запутанная, запутанная действительность кругом. Времени так много, я хотел бы послушать еще вас, уважаемые гости. С точки зрения валютного рынка, да, прицел, ну давайте с рубля начнем, как вы оцениваете текущую динамику, вот выше 31, что заставляет, да, рубль дешеветь, внутренние ли факторы какие-то внешние, Андрюш? Ну, на мой взгляд, безусловно, это сочетание факторов, ну, на сегодняшний день, наверное, превалируют внешние факторы. Безусловно, пара евро-доллар, она оказывает непосредственное влияние. Ну, то есть, евро-доллар снижается, доллар укрепляется, да, и то же самое мы видим, доллар растет и против рубля, не рубль падает, да? Да, безусловно. Ну, можно отметить также ожидаемое снижение процентных ставок, безусловно, это окажет влияние в сторону ослабления российской валюты. Вот каких-то два фактора. Я понял, то есть, вот рубль может сейчас слабеть как раз именно на ожидании, да, того, что... Ну, да, да, снижение ставки Центрального банка в ближайшее время, возможно, и дальше, в принципе, переход к стимулирующей политике не будет играть в пользу рубля. Надо сказать, что будет играть за то в пользу российской экономики. Что касается евро-доллара, ситуация, в общем-то, аналогичная, скорее всего, будет снижена ставка ЕЦБ. Если не сейчас, то, может быть, несколько позже, какие-то меры стимулирования так или иначе необходимы. То есть, в худшем случае ЕЦБ не предпримет никаких мер, но это приведет просто к тому, что вот рост доллара относительно евро, он чуть-чуть сместится в будущее. Просто к тому моменту, когда мы увидим еще более высокие темпы роста в США, а экономика европейская так и будет стагнировать. И будет понятно, что ставки ФРС будет повышать существенно раньше, чем европейцы. То есть, в данном случае, повышая ставки, она отказывается от программ количественного стимулирования? Да, да, да. Ну, это уже где-то 2014 год. Ну, другое дело, что спекулянты, инвесторы будут играть с опережением, понимая, что ставки будут повышены в ближайшие, скажем, полгода к зиме. Если будет понятно, что в ближайшие полгода будут повышаться ставки, то это будет уже сразу отражаться на курсе доллара. Ну, а вот если опять говорить о ближайшей перспективе, ну, тот же второй или там на полгода, евро-доллар, как ты видишь? Все-таки, скорее, укрепление доллара продолжится, и не только по отношению к евро, в принципе, большинству валют. То есть, евро-доллар, так же, как мы сейчас видим, да, эту отрицательную динамику, евро-доллар будет снижаться. Ну, то есть, какие-то, может быть, моментальные движения, то есть, если мы увидим, например, что вдруг ГИЦБ не повышает ставку, ну, понятно, в моменте этот будет отыгран ростом евро, после этого выйдет масса плохой статистики по Европе, и все по Европе, и все обратно будет отыграно. И если можно, еще минутка осталась, два слова говорили по доллар-иене, ну, по иене, в принципе, да, связанной с политиком того же самого монетарного ослабления, как ты видишь это? Ну, мы видели в последнее время укрепление иены, которое, собственно, результат замедления экономики японской. Понятно, что это очень неблагоприятная динамика для Японии, просто потому, что японская экономика все-таки сильно экспортно ориентированная, и в первую очередь как раз на США, и вот это укрепление, оно все-таки такое моментальное. Ну, то есть, да, динамика с точки зрения ослабления, потому что, скорее всего, продолжает. У нас сейчас вообще глобальная динамика, это укрепление доллара просто. Это правильно, это правильно. Спасибо вам огромное, уважаемые друзья. Я напомню, сегодня в гостях был Василий Танурков и Андрей Верхоландцев. Представить я уже не успею вас. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Собственно, завтра мы встретимся в это же время и продолжим наши ежедневные разговоры. До свидания. Намыф.